так и есть да вот час я все постоял у 2 машинки помыли сейчас мы следующие ну и отлично зато дело сделаем давай 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 коллега выехал зато сделаем тема и будем ехать еще заклеится и здесь же схожу эту на прицеп посмотрю может быть это я все дела здесь закрою пацаны хорош курить пошли арбайтер не все не все не все не все Так, тапки убрать, потому что он будет здесь дать помыть. Наводит красоту. Вообще без проблем. Дверку открыл, говорю, попросил пассажирскую пройдись, говорю, здесь, где дверь. Все без проблем. Еще эту тоже надо будет. Вот здесь вот, чтобы прошлись. И вот зимой чистый-чистый, красивый-красивый, все такие нарядные поедем. Ждем результата, что из этого всего получится. Стало совсем темно, что мне лень на улицу выходить, сижу в кабинетах. Совсем нас запинили. Нет, всю эту глину, которую мы нацепляли, конечно, надо отмыть. Ну так, машинки они выгонялись. Вроде ничего, так чистенькие были, аккуратно все моют. Посмотрим, что будет. Броди тут, другий, щас. Броди тут, другий, щас. Вообще никаких проблем нет. Только эту водичку сотрем, которая здесь намрызгалась. Многие не хотят. Бальцы загибают там, недовольные. А здесь, пацаны, даже сверху залазят по лестнице и даже сверху мыли. Сейчас посмотрим общее качество и это, если что, ставим галочку. Все. Сразу чувствуется, машина легче стала. Дать на датчик посмотрю. Конечно. Только грязи сняли с нее. Многое было здесь. Хото сделал? Сейчас будет фото делаться. Думаю, что еще. У них тут все своя фирма, Аэстрака, Аэстрака. Это их контора здесь. О, слушай, тут ещё 3 машины приехала. Аэстрака, Аэстрака, это ихняя фирма, здесь. О, сколько тут машин, тут еще 3 машины приехала. Ну, фоткай, пробивай, есть там у нас нету денежек. Ну что, смотрим. Ну, так ничего, нормально, согласитесь, так мы выглядим намного симпатичнее. Хотя, конечно, уже три года, уже сцепка не новая, но так красивее, правда? Уже где-то то ржавчина, то то, то это, без этого никуда. Хорошо помыли, рама отмыта. Все, вопросов нет, можно ставить в плюсик эту мойку. Нормально, мне нравится, все, запоминаем. Ну, отлично. Машинку вымыли, чистенькие. Сейчас заедем здесь вот слева, где ремонт тентов, пойдем спросим. Если свободный, ну, тент, если очередь, я, конечно, ждать не буду. С тентом тут, как бы, найдем, где его заклеится. Узбеки тут что-то тоже с уновинцы едут. Так, вон ремонт тентов, сварка. Тут же Вольво 500 лошадей. Ну, что ты, брат Узбек, поехали. Не знает, куда ему надо. Тут, кажется, парковка вот большая. Автомасла, шины, отблю. Прачечная, туалет, все тут есть. Стоянка большая. Узбекистан. Давайте ехать куда-нибудь. Я так понял, что здесь вот ремонт тента, вот, по-моему, все свободно у них. Так, сейчас бросим. Нету и у них ленты таможенной. Нету и у них ленты таможенной. Я так чувствую, что мы будем... Или мне его просто надо заклеить. В общем, сейчас, если не найду нигде, то, наверное, мне его просто надо будет заклеить. А потом уже, если мы куда-то на запад соберемся когда-нибудь... Хотя, что 10 раз заезжать? Найдем с лентой сервис там и заклеим. Так, он мне этот порез у нас особо... Есть не просит, он небольшой. Где-нибудь туда, за нижним, ближе к Москве. И по М1 в сторону. Минске я знаю, что заклеят с таможенной лентой. Я в Бресте клеил тент, там тоже с таможенной лентой клеят. Короче, найдем... Найдем сервис, где с этой штукой делают. И заклеимся. 10 минус 2-го. Ну, в общей службе с этой часа полтора потерял. Все. Зато... Люба дорого смотреть по сторонам. Огнем горит, глаз радует. Класс. Главное сейчас, чтобы дождь не пошел. И будет вообще все. По феншую. Ну, если в Казани надо думать посетить Scania Service, то тоже, походу, бесполезно. Все оранжевое и здесь. Что в Уфе, что в Казани. Тут ловить тоже нечего. Это их сервис, уже свой личный. Казансканнера такого уже нет. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Аклоделка опять. Ну, видится, сколько я тут проехал, еще объездной не проехал, у меня уже все стекло в зверушках. А улица 19. Они тоже летают. А по поводу тента я начальство написал, говорит, что ты заморачиваешься. У нас, говорит, на базе, оказывается, прибор есть. Ну, не прибор, а фен. Прикиньте. Всего раньше были. Я езжу туда-сюда, туда-сюда. Сейчас все равно приеду, будем в автономку снимать там с бочей. Повезем ее своим ремонтом, своим ходом на машине, на легковой повезем в Москве. И это. Заодно и тен заклеим. И спереди там вот эта, чтобы пластинка оторвалась, тоже ее заделаем. Чтобы что-то делать, надо инструменты. Когда инструментов нет, что... И эту я тоже куплю, и там сразу на месте, чтобы руша цепляется. Там же на месте тоже ключи есть. Весь набор инструментов, все, что есть. Все, какие есть у нас присутствуют. Там все и поменяем. А я еду тут на лобу заморачиваю. Во всяком случае, заклеим, если даже ленту... Единственное, что у нас нет этой ленты, там нужны тоже. Заклеим, а там посмотрим, если что. Когда на запад соберемся где-нибудь уже, ленту эту наложим. Решим вопрос. А пока топим дальше. Козельки гонят. Красиво горит, идут. Там бригада, полосатка, маленькая яйца тоже. Я приехал, уазики гнали, полицейские. Блин, наверное, штук 20. Еще там мозга не хватило за камеру схватить. Нет, вообще так интересно. Красиво-красиво так шли. Прикольно так на них было смотреть. Все, тут уже Казань, Движняк. Это вам. А в Сибири, я же говорю, там тоже сейчас уже не меньше движения идут. Ну, не намного меньше, чем здесь. Посмотрел, вроде как это. Перед Свиягой, ну, красненько, да, на светофорчике постоим. Ну, вроде как не очень критично. Не поеду в объезд через Зеленодольск. Поедем напрямки. Хотя, это я смотрел еще до мойки. Надо сейчас попробовать загуглить, пока мы еще до развязки не доехали. Сейчас загуглим, посмотрим. Что не загуглим, а за Яндексим. Что там Яндекс предлагает? Какие варианты? Тут тоже все обмелевшее. Тормозим, тормозим, тормозим. Все эти местные заливы, отливы, приливы, все тут. Временами тут воды намного больше. Не поехал через этот, через Зеленодольск. Вера Михайловна сказала, что разница 10 минут всего. Сюда вот по М7 или там через Зеленодольск этими чагирями. Не чагиря, но все равно здесь. Поровнее. Ну, я не в то, что поровнее. Ну, короче. Короче, не поехал. Ездил я там той дорогой не один раз. И в Зеленодольске мы постоянно раньше когда-то еще на тентах, когда работали, грузились. И объезжали тут чего-то когда-то раньше. Ну, через него немножко дальше получается там. Там, может, километров на каких? 15. Ну, смысл. 10 минут никакой роли не играют. Если бы тут задержка час была, то да, можно было бы, конечно, ехать. Не можно было, а нужно было бы, конечно, ехать. 10 минут. Постоим красотой полюбовися. Как раз места шикарные здесь в районе Свияги, где будем на ремонте стоять. Где ремонт моста через одноименную речку. Ну, а пока Волка. Вишняк. Он такой. Тут баржи. Кораблики туда-сюда что-то суетятся. А там у нас Казань. Хоть что-что. Вот ни разу в центре Казани не было. Ни Казанский Кремль не видел. Ничего. Раньше там и частенько тут что-то возили тут в Казань. Но как-то в центр не попадало. Ни разу, чтобы вот именно по центру походить, погулять, посмотреть. Город-то красивый. Надо при первой же возможности обязательно восполнить этот пробел в воспитании. Вот здесь какую колею выкатали, видите. Когда ремонт был. И сразу у нас такой хороший-хороший-хороший подъем. Что ты куда забрался-то? А как слазить будешь оттуда? Заехать ты туда заехал. Я пока эту гору никому-то не высыплю в кузоват с самосвалом. Он оттуда, я думаю, не сползил. Хотя нет, что не сползил. Такие крензели экскаваторщики иногда. Тогда вот делаю, что... О-о-о! А, мы даже тебя догоняем, коллега. По объездной так лихо летел. Ленивец опущен. Он уже груженный, значит, полностью идет. Если я на таком, с леницем, помню это, с границы выхожу. Ман у меня был в Бресте. И к траве там в этой у нас... Как это там? Короче, где весовая там, транспортники. Подъезжаю. А веса мало. Ось поднятая. Ну, естественно, за габарит это выходит за высоту. Подъезжаю. Ну, остановился, все, транспортник махнул. Смотрю, побежал. Смотрю, с линейкой бежит. Я клавишу клац. Мост опустился. Все, прицеп сыграл. Пш-пш-пш, пошипел. Ну, цыгач пошипел. Все, прицеп тоже чуть приопустился, получается. Все. Задал в линейку. Ну, и прикладывает. Все, все. Все в габарите 4 метра. Все как положено. Свой такой говорит, вот так и есть. Я говорю, позора нет, конечно, да. Он отходит. Я начинаю отъезжать клавишу. Класс. Голову поворачивает. Свой мост при нем так... Давай, что ты мне сделаешь? Остановишь я и опять клавишу нажму. Опущусь и все. Думал, тут на дурачка сейчас прибежит с линейкой. Высоту наберет. Да. Не прокатит. Бассейн за земли. Вот так. Прямо можно купить. Выкопают. Вкопают. Утрамбуют. И травкой засадят. Тридцать один и шесть. Тридцать один и шесть. Тридцать один и шесть. Тридцать один и шесть. Так и держит. Ветер свою работу делает. Он у нас всю дорогу в лоб, в лоб, в лоб. Хать на улице и плюс двадцать. Я не вру. Но этот ветерок такой совсем не коммерческий у нас. Вот они. Видите, какие рамки поставили здесь. Вкопали в землю и все. И вот эти весы, где геморрой был постоянно. А здесь должно выскочить, если у тебя нарушения какие-то. Если геморрой был постоянно, то уже закончился. Ты в Татарстан езжаешь, вот сейчас вот здесь Вияга. Тут весы были. На въезде на Казанскую объездную, на выезде с Казанской объездной. В Челнах были весы и еще на выезде. Туда уже как в сторону Уфы. О! Пять весовых контролей. Пять! Чтобы Татарстан проехать. Все. Правее это туда, вот это на Ульяновск. Давайте, наверное, мы еще успеем в Великолупский мясокомбинат бежать. Он едет по телефону разговаривать, поэтому и не торопится. О! Ну, а какую тут развязку, смотрю, шикарную устроят. И дальше четырехполоску потянут. Красавцы! Ну, вот мы где остановимся, вот перед этим подъемом. Думаю, сейчас же прямо на него, он там уже пошла движуха. Думаю, со второй, максимум с третьей попытки мы его пройдем. Тут подъем, спускаешься, потом вот так вниз. Вернее, вот так поднимаешься, потом вот так не спускаешься, и все. И там, и эта, и река. Как раз здесь на подъеме станем. Там, все дочь не пойдет. Мы в машину помыли, все, сейчас точно должен пойти. Не важно это. Посмотрим на эти места, которые здесь. Там с горы вообще. Шикардос видон открывается. Портит вид, конечно, вот эта состройка. Ну, что сделаешь? Что-то там, смотри, какой там ливень поливает. Ну, правильно, Алексей Женкович машину помыл. Ха-ха-ха. Вот это наша третья продвижка. Я думаю, что со следующей мы уже зайдем на мост. Здесь надо просто вот туда выйти. Но сейчас, наверное, не получится уже. Станем мы как раз в месте таком, что выйти будет некуда. И вот туда посмотреть просто вот на эту, как это пойма называется. Или как. Тут вот просто ставь мольберт. Бери кисти, краски, если вот умеешь рисовать. И рисуй. Другого вида просто не надо. Красившее место найти сложно. Оставив за спиной вот эту всю стройку. Вот смотревши туда, честное слово, оно будет. Очень красивое место. Нет, я не вижу, что красивше я ей в том плане, что вот в этом месте своя красота. Но она такая вот здесь. Прям завораживающая, честное слово. Подойти не получится. Тут стройка идет. Как раз я здесь напротив стройки стану. Как раз напротив этого экскаватора. Нет, не пойду я тут еще снимать. Ближе. Хотя в принципе почему нет. Как раз таки экскаватор мы сейчас проедем. Но отсюда уже не то. Надо сверху смотреть. Красота-то какая. Лепота. Лепота. В общей сложности задержка составила 20 минут. Вот здесь вот мы толкались. Получается там, ну просто едешь медленнее по той стороне Волги. Ну это если мы сейчас на зеленую успеем. Не успеем, значит туда еще придется один цикл простоять. Помыл Алексей Николаевич машину. Все. Ну так она в любом случае-то не вымажется. Уже как была. Вот так вымазать надо обратно туда ехать. В милое, восхитительное бездорожье. Что не исключено. Совершенно не исключаю еще одной такой поездки туда же. 20 тонн ограничения. Ага. Такой дождик. Ничего не видать. Отсюда, когда как-то в прошлый раз я ехал, куда-то я ехал. Куда-то ж ехал. Не так далеко, не так давно. Где-то, наверное, часа полтора простоял. У колейка была кендра всей. Бесплатная мой. Сейчас посмотрим, сколько здесь колейка. Э-э, небольшая, а хотя... С этим дождем так и не видно ничудок. Света белого не видать. А, не, небольшая. Колейки, 80 километров. То, наверное, километра нет. Метра 700, наверное, получится. Света белого не видит. Хороший. 800 метров. Хорошая бесплатная моечка, согласитесь, такая, да? Ну, в общем, в Татарстане разрыли все. Полностью вся, вот до границы с Чувашей, вся дорога разрыта. То есть, все будет в четырех полосках. Огонь. Когда будет? Тогда построен, тогда и будет. Ну, а мы welcome в Чувашскую республику. Здесь она тоже уже практически везде вся. Вот, смотрите, тоже что у вас, ваше. Либо широкая. О, нифига себе. О-2 и Scania. Первый раз вижу. Обычно эти. О-2, у них Mercedes. А тут Scania будто взялась. 48,95. Та же самая цена. Иди, братан. Там за мной пару машинок и ты выйдешь. Вот, здесь тоже все новенькое было очень побитое. Особенно вот тот мостик следующий, который сейчас вот на горочку залазит. Тоже был постоянно. Там такие колейки были. И не потому, что был реверс. Потому, что дороги просто не было. Моста этого не было. Переваливались там с яму в яму. Тоже все новеньким закатали. Она вот вместо почувашьей вот очень... То есть, как бы, я думаю, что даже больше половины. Она уж тоже четырехполосная вся. Как просто вспомнишь там лет 15 назад эту дорогу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я как-то раз даже видел. Ехали то ли немцы, то ли кто там, то ли поляки с камерой. И камеру вот так вот ставил. Ну, как вот, типа, как я снимаю. А они дорогу снимали. Как раз она убитая-убитая тогда была. Видно, потом шефу послать, типа, куда ты меня отправил. Для них это там диковинка было. А сейчас здесь тоже грех жаловаться. Что на Татарстан, что на Чуваш. Ну, я имею в виду вот эту. Федеральную дорогу. О, товарищ звонит. Сейчас мы с ним будем. Одну секунду. Да, сейчас. Подожди секундочку, Вадим. Мост посмотрим. Получше, конечно. Но все равно подгулявший. Ну, я не знаю. Что за так вот... Как я снимаю? Ну, я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 деталь которая нам нужна охранник вот вот маска все как положено чего-нибудь пожуем и поедем дальше время 5 часов вечера до выгрузки у нас 640 километров вот что нам делать завтра на выгрузку приехать может попытаться нет как бы завтра то мы и приедем вопрос только когда это вопрос мы будем решать уже немножко позже после нижнего новгорода пока переходим к локальным вопросам насущно не купил я свой разъем здесь стоял он там где машинки стоят там получается вот три дочки 1 2 3 ну получается машина одна за одну при подъезжают сходил там этот разъем поискал посмотрел такого именно как у нас нету сходил там соляночки по похлебал дуду мы приду машину еще тут кофе себе поставлю замучу и чайку себе еще машине с кипячем орешки тут есть сгущенкой коллега сзади подходит говорит ты не едешь я куда не часть собираюсь письмору такой бакур и хорошо случилось так за тобой стою сзади подперли горит и выехать не могу ехать надо а их я смотрю там они с опасником несколько машин ему сейчас выедут выехал вперед к этой заправке чайку попил все что 631 до москвы едем сейчас уже все у нас совсем темно станет ни к чему что вот это вот такие вот парковки вот ну в общем чтобы что полное вот стал человек да вот ему ехать надо вот ему надо идти кого-то дергать фигня так вот когда друг за дружкой заезжают если стараюсь и наю если такие какие-то заезжать чтобы стоять либо с края либо спереди потому что ну так вот подопрут а другой скажет идите я на суточный стал или там еще там на паузу до утра стал и все метр время прерывать нельзя и чё делать и задние там бы сказал колесо спустила у заднего и что еще стоять куда полные такие парковки мы уже в нижегородской области чем нас поздравляем чё теперь что мы едем дальше пока спать еще рано не знаю где-то заехать в этот каурково в этом заеду там большой магазин там посмотрю дзержинский потому что это надо останавливаться на дорогу переходить ну посмотрите будет возможно дзержинский статус дзержинский тормозный там тоже магазин я знаю я думал здесь есть вообще без проблем куплю лежат но такие не такие как мой они отличаются вот жди иллюминации то не жалеют так это этот на нефтеперерабатывающих заводах и как светится как гирлянда а к стола к стола спустились мы в горами не назовешь но с этим холмов тут короче выбрались сюда вот уже к 100 сейчас у налево объездная нижнего шарик или что же короче вот стола этого у кого ласка по моему а лукой лук нижегород нефти торг синтез такая она интересно подсвечивается так тяжеловатый тот тоже участочек вот как если ну вот отсюда идти с нижнего и туда вот дальше километров 30 наверно сторону чебоксар тоже сплошные ремонт и все кругом перерыто да все классно будет скоро широко или не очень скоро но будет широко в данный момент конечно тут ехать тяжеловато особенно если попадешь какой-нибудь час пик типа в пятницу вечером после обеда то наверно в сторону чебоксар здесь стоит все наглухо и соответственно воскресенье в сторону города потому что вроде сегодня вторник ну ехали мы так медленно-медленно поэтому если что ближайшее тут ну еще наверно про личное время на этот момент учитывать ну а так в общем то нормально 9 час уже у нас бежим сейчас нижний новгород участвует чуть-чуть проедем и уже пойдет широкая широкая все всю дорогу будет у нас четырехполосная дорога узкая закончилась как лукойл что ланге пас блин у забыл не уренгой как-то друг по-другому и третья буква к и так и голым блин забыл уже где-то мне там тезка с коголым и говорил но что-то выскочил у меня за головой как этот город от название которого заглавная буква которая участвует в этом в расшифровке лукойла в в в в в в в светится все конечно подсветка у них что этот ярославль и проезжает что здесь вообще любой возьмите нефтеперерабатывающий там такая алиминация все-все-все подсвечивается главная проходная вот так поехали дальше чем тут на весовой в дзержинске дзержинском вроде дзержинска уже магазин запчастей на ли не работает он то ли с 8 до 8 то ли с 8 до 9 поэтому даже останавливаться не буду то нижний мы уже прошли все чина доехать здесь я ночевать не хочу правой стороны здесь обычно никогда никуда не залезть хотя в общем-то так парковка свою большая посты и торчат а это на заправку понятно поехали надо уже задумываться обо сне время уже 9 по иркутскому уже два часа ночи уже давно спать надо а ты чё на маленькой на весы вот правильно надо мимо ехать не тут вообще по моему не работают эти весы фонарик поставили такой мощный номера было видно кто есть фонарик поставили но Субтитры сделал DimaTorzok